Здравствуйте! В эфире День города и Марина Романюк, ведущая программы. Чем запомнился последний день уходящего лета, расскажем в выпуске. Сотрудники МВД проверили школы. Безопасность детей всегда в приоритете. Какой выбрать букет и где купить констовары, наши корреспонденты расскажут. Сентябрьские изменения в законах. Что нового разбиралась Ангелина Никитина. Российские студенты с этой осени смогут получить одновременно несколько квалификаций за время обучения. Также должно стать проще менять профиль обучения после первого курса университета или переходить на другой факультет. Это произошло после того, как в вузах ввели новые правила. По ним учебные заведения теперь смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессии. Что еще изменится с сентября? Ангелина Никитина. С начала сентября родители детей в возрасте до 7 лет включительно начнут получать увеличенные больничные по уходу за ребенком. Средства в размере 100% от среднего заработка будут выплачиваться вне зависимости от стажа, а также от того, где проходит лечение ребенок – амбулаторно или в стационаре. Как уточняют в Минтруда, оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется. Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка. Также с начала месяца в России начнет действовать так называемая гаражная амнистия. По закону проекту граждане смогут бесплатно получать собственность в государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Все дело в том, что большое количество гаражей построено давно, некоторые еще в советское время. Юридически они никак не оформлены, а значит, не могли быть проданы или переданы по наследству. Гаражная амнистия этот пробел устраняет. Срок ее действия – до 1 сентября 2026 года. Обжаловать штраф, выписанный за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, теперь можно будет онлайн, через госуслуги или сайт суда. Если раньше, чтобы оспорить штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения, водителям нужно было лично являться в госавтоинспекцию, то отныне все упростилось. С сентября на портале госуслуг должна появиться кнопка «Обжаловать штраф», нажав на которую можно будет заполнить специальную форму и разместить дополнительные материалы. Срок обжалования остается прежним – 10 дней с момента вручения штрафа. С 1 сентября школьники и студенты до 22 лет смогут бесплатно получить пушкинскую карту. На который будет 3000 рублей. Карта представляет собой своеобразный цифровой абонемент для посещения библиотек, выставок, концертов, музеев и других учреждений культуры. Желающие приобрести карту в электронном виде должны будут создать учетную запись на портале госуслуг. А вот пластиковую карту можно получить в любом отделении почты банка. С 1 сентября стартует лотерея среди вакцинированных граждан. Этот розыгрыш, по мнению правительства, будет мотивировать тех, кто по каким-либо причинам еще не привился. Для участия в лотерее не нужно покупать лотерейный билет. Необходимо всего лишь убедиться в наличии соответствующей записи на едином портале государственных и муниципальных услуг, куда вносятся те, кто получил уже обе дозы. Не менее тысячи участникам достанется приз в размере 100 тысяч рублей. Единовременную выплату в 10 тысяч рублей все пенсионеры начнут получать со 2 сентября. Об этом сегодня официально уведомил Пенсионный фонд Паризанской области. Именно со 2 сентября деньги начнут перечислять на банковские карты, а тем гражданам, кто получает пенсию через Почту России, президентские 10 тысяч выплатят в тот же день, что и пенсию. Единовременная выплата также может быть получена по доверенности. Остальные нюансы далее. Итак, главное на сегодня. Указ о единовременной выплате гражданам в 10 тысяч рублей президентам подписан. Деньги Минтруда обещают зачислить до 5 сентября. То есть тем, кто получает пенсию, например, 10 числа, эту сумму должны будут, по идее, совместить с основной выплатой, на которую могут рассчитывать, кстати, и работающие пенсионеры. Выплату в размере 10 тысяч рублей получают все пенсионеры, которые проживают на зарегистрированной территории Рязанской области и являются получателями пенсии или пособий в Пенсионном фонде Российской Федерации. Соответственно, вне зависимости от того, какой это пенсионер по инвалидности, по возрасту, по старости, все будут получать, если актуальное пенсионное дело у них, на 31 августа 2021 года. Далее. Из указанной суммы не могут производиться удержания на основании исполнительных документов. То есть эти деньги, как говорят в таких случаях, окрашены. И да, никаких справок собирать не нужно. Для того, чтобы получить эту выплату, не нужно писать никаких заявлений, все будет происходить в проактивном режиме. Понятно, что 10 тысяч для пенсионеров сумма приятная. У военных она больше, 15 тысяч. На что потратить, многие уже знают. Неужели не нужно? Конечно, нужно. Очень нужно. Куда потратить эти деньги, хоть примерно? Вообще на лекарства. Дорогие, да, сейчас лекарства? Сейчас очень дорогие лекарства. Очень дорогие. И поэтому мы еще переболели коронавирусом и продолжаем еще лечиться. В Рязанской области сегодня 367 тысяч пенсионеров. В стране больше 40 миллионов. В случае, если вдруг кто-то из них, не дай бог, умрет после 31 августа, до получения пенсии единовременной выплаты, эту помощь от государства смогут получить члены его семьи. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Перед стартом нового учебного года сотрудники полиции усилили меры безопасности. Профилактические мероприятия в Рязани и населенных пунктах Рязанской области силовики проводят с привлечением кинологов и служебных собак. Осматривают остановки общественного транспорта, улицы, дворы, но в первую очередь, конечно, образовательные учреждения, школы, зоны особого внимания. Полицейские проверят все учебные заведения региона без исключения. Кроме того, патрули проверяют прохожих на соблюдении миграционного законодательства, выявляют граждан, объявленных в региональной и федеральной розыске. Пресекаются факты пребывания людей в общественном месте в нетрезвом виде и случаи распития спиртного в общественных местах. Скандал с демонтированным забором в Садовом товариществе «Весна-2» получил свое развитие. Оказывается, отношения между местными жителями уже давно наколены. И ограду, которую на камере спилили бензопилой, здесь иначе как самовольной постройкой не называют. Кто, кому и сколько должен, разбирался Максим Васильев. Весь сыр бора, если помните, разгорелся вокруг вот этого видео, на котором один из жителей бензопилой демонтирует ограду. Ну или забор, называйте как хотите. Дескать, самоуправно разрушили имущество пожилого человека. Помните это заявление? Вот только нашу редакцию, похоже, ввели в заблуждение. И чистокол – это чистая импровизация пенсионера, заявившего свои на него права. Оказывается, он поставил ограду на чужом участке. Так утверждают его оппоненты. А вот его личную изгородь и забор соседки никто не трогал. Забор стоит, хотя и установлен с явными нарушениями. Виден явный захват общественной территории. Стол посвящения находится внутри ограды. Заужена проезжая часть дороги. Теперь о том, что все же демонтировалось. По решению общего собрания демонтировалось незаконно установленное Гуськово-Маградо на двух соседних участках. Вот этот участок, который мы сейчас показываем, к которому он не имеет никакого отношения. Попросту говоря, он осуществил самозахват. Еще одна претензия членов СНТ «Весна-2» к камерам видеонаблюдения. Это, по их мнению, также незаконно. Я подчеркиваю, что камеры установлены незаконно. Во-первых, они установлены на столбах общего пользования. И, во-вторых, они снимают территорию не только общего пользования, что запрещено законом, но и затрагивают частную жизнь дачников съемками и выкладыванием этих роликов в социальные сети. В общем, эмоциональное опровержение есть, с ним мы спорить не будем. Но, получается, в том самом нашумевшем видео теперь прекрасно все. Итак, с незаконно установленных камер дачники сняли незаконное видео о том, как их сосед, незаконно спиливает бензопилой незаконно установленный забор. Это уже получается какой-то комбо из правонарушений. На общем собрании 4 июля 2021 года было принято решение собственниками земельных участков нашего садового товарищества снести забор Гуськова Василия Федоровича в связи с тем, что не нравится эстетический вид, не нравится дизайн данного забора. Несмотря на то, что, естественно, в компетенцию общего собрания данный вопрос не входит в соответствии с 2017-м федеральным законом, и никаких положений, нормативных актов, локальных актов по архитектурным постройкам в нашем СНТ нет. Если уж считать по закону, то это возражение, кстати, вполне резонное. Решение общего собрания садоводов о сносе изгороди само по себе незаконно, поскольку это исключительная компетенция органов местного самоуправления. И такой вопрос на сходе не должен был подниматься в принципе. Закон четко устанавливает два пути сноса незаконных или вроде бы незаконных построек через суд или органы местного самоуправления. Общее собрание СНТ ни тем, ни другим не является. Поэтому признаки самоуправства есть как с той, так и с другой стороны. А вот взаимные личные претензии соседей мы оставим без комментариев. Они за сезон плохо бедно собирали по моим аналитическим подсчетам около 400 тысяч рублей. Теперь они эти деньги потеряли, и теперь надо возместить злобу. Сейчас мы находимся с другой стороны участка Гуськова Василия Федоровича и прекрасно видим, что забор из этой стороны не поврежден. Теперь несколько слов о самом Василии Федоровиче Гуськове. Первое. Членские взносы им не оплачены еще за прошлый год, хотя многие дачники, подавляющее большинство, оплатили их уже за 2021 год. Второй момент. Им самовольно осуществлено подключение к сетям электричества. И мы не знаем, установлен ли у него счетчик электрический, и до последнего времени это все не оплачивалось. Следующий момент. Его реплики о том, что в товарище собираются денежные средства в размере около 400 тысяч рублей, это такая же откровенная ложь и клевета. Я, как председатель, отчитывался на собрании о суммах, внесенных членских взносов. Кто кому и сколько должен, конечно, внутреннее дело СНТ «Весна-2». Очевидно же, что доводы в пользу своей правоты есть и у тех, и у других. Самый цивилизованный путь через мировой суд и гражданское разбирательство. Вот там стороны и должны найти компромисс. И закопать бензопилу войны. Иначе все это снова будет как-то не по-соседски. Максим Васильев, телекомпания «Город». Уже завтра мальчишки и девчонки отправятся за школьные парты дарить цветы на 1 сентября – давняя добрая традиция для учеников. И если раньше это были астро и гладиолусы с дачных участков, то сегодня ассортимент букетов очень большой. И цветочные магазины готовятся к этому дню основательно. Как выбрать букет, чтобы он был прекрасным дополнением к празднику, расскажет Герман Гущин. 1 сентября – знаковый день для школьников и их родителей. Начало нового учебного года. Образ ученика в День знаний традиционен. Нарядная школьная форма, портфель, ну и, конечно же, цветы. Именно букет в руках мальчишек и девчонок создает атмосферу праздника. Но при его составлении многие родители настолько увлекаются поисками интересных, доступных, а самое главное – свежих цветов, что забывают про то, кто их все-таки будет дарить. В магазине «Весна» на новаторов вам помогут не ошибиться с выбором. Самые популярные на 1 сентября – это гортензия и осенняя тематика подсолнухи. Но также спросом пользуются как и классические розы, хризантемы и герберы. Также можно взять готовый букет либо составить, либо композицию. Все зависит от того, в какой класс идет ребенок. То есть первоклассники берут поменьше, покомпактнее букеты, потому что они маленькие и стоять им удобно с компактным букетиком. Более старшие классы, 11-е выпускники, они все-таки берут более большие, дорогие букеты, либо просто классические розы. Многие родители предпочитают не собирать букет, а покупать уже готовые. Цветочная мода меняется каждый год, но традиции сборки красивых и подходящих к случаю букетов остаются неизменны. Чтобы немного отойти от привычной сборки композиции, можно добавить особых ноток. Включить яркие и экзотические цветы. Упаковка, которая может передать эстетический и презентабельный вид. Флористы магазинов «Весна» всегда с большим удовольствием соберут при вас букет и помогут определиться с выбором. Можно собрать букетик из экзотических цветочков. Вот, например, сейчас соберем с вами букетик из гортензии, ирисы, альстромерия, веточку лизиантуса. Они пользуются спросом, так как они маленькие, компактненькие, бывают разного цвета. Букет на 1 сентября – это красивая и необычная композиция из цветов, которая радует глаз не только вам, но и учителю. Понятно, что флористы любят и умеют составлять букеты. А значит, лучше доверять все-таки профессионалам. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 31 августа запомнится жарким по летнему, но уже завтра, с началом календарной осени, синоптики обещают похолодание. Так что, скорее всего, смена времен года будет очень заметна. А подробнее о сюрпризах погоды – прямо сейчас. В Рязани настоящая осень начнется со 2 сентября. Днем будет не теплее – 16 градусов выше нуля, ночью пасмурно и сыро – 5-10 выше нуля. Погода будет на несколько градусов прохладнее климатической нормы. Температура будет плюс 21 градус тепла, ночью плюс 16 градусов тепла. Ветер сильный – 6 метров в секунду, с порой до 13 метров в секунду. Уходящее лето было засушливым и очень жарким. Специалисты, подводя итоги, вспоминают лесные пожары Якутии, экстремальные ливни, затопленные города Крыма и Краснодарского края. Досталось и центральному федеральному округу, в том числе и Рязани. Не обошлось без шквалистого ветра, градов, смерчи, мощных волн холода и тепла. Однако общее впечатление от лета осталось единым – оно было очень жарким. Чего же ждать от сентября? В пятницу обещают солнечную погоду, но также прохладно будет – плюс 15 днем и плюс 9 градусов вечером. В выходные не планируем хорошую погоду, потому что все-таки осень пришла, и ветер сильный будет в течение всех выходных – 6 метров в секунду, с порой до 12 метров в секунду. Температура также прохладная – плюс 18 днем, плюс 10 ночью. Итак, синоптики в один голос предупреждают. Со 2 сентября в Центральной России начнется похолодание, сопровождаемое дождями и северным ветром. Ночью температура снизится до 8-13, днем – не выше 11-16. Дальше воздух продолжит остывать. Ожидается, что погода будет на 5-7 градусов ниже климатической нормы и больше приближе на Октябрьской. Еще меньше повезло северо-западным регионам страны, где возможны ранние заморозки ночью от 0 до 5. Скорость ветра достигнет штормовых 17-22 метров в секунду. Кстати, из-за резкой смены погоды ожидается так называемое барическое дно, то есть стремительное падение давления, которое скажется на метеозависимых. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин